В мире есть много мест, куда стоило бы съездить. Например, в Индию, в Гималайи, постоять на вершине и отбросить мирскую суету. А можно собраться с духом и посетить один из загадочных и странных островов нашей планеты. Остров свиней Багамы. На необитаемом острове Биг Мейджор Кей проживает сообщество одичавших свиней, которых регулярно подкармливают специально нанятые для этого богамцы и туристы, приплывающие полюбоваться на чудо природы. Прибываешь на остров, снимаешь номер в небольшой гостинице и тебе дают лодку. Если плавать вдоль берега, свинки обязательно подбарахтаются к лодочке и станут клянчить угощение. Если лодка сядет на мель, будьте готовы к тому, что свинтус запрыгнет в нее и нагло слопает ваш ланч. Хрюшки дружелюбны, с жару они прячутся в лесу, прибегая на пляж ближе к вечеру, когда воздух и водичка становятся попрохладнее. Откуда на Багамах плавающие свиньи? Доподлинно это неизвестно. Существует несколько теорий, как свиньи попали на необитаемый Багамский остров посреди Атлантического океана. Согласно одной из легенд, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса продовольствия на будущее. Пираты планировали вскоре вернуться на остров, однако этим планам не суждено было осуществиться. А свиньи так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым условиям. Другая легенда гласит, что недалеко от берегов Биг Мейджор Кей произошло кораблекрушение. На потерпевшем бедствии судни перевозили в том числе свиней. Корабль разбился о рифы, а животные оказались единственными выжившими пассажирами. Свиньям удалось добраться вплавь до берегов необитаемого острова, где они основали свою колонию. А есть и более прозрачная версия. Свиньи были завезены на остров намеренно с целью привлечения туристов. Но наиболее правдоподобной из всех выглядит гипотеза, что свиньи на маленьком необитаемом острове Биг Мейджор Кей появились в 90-х годах, а случилось это стараниями свиноводов соседнего обитаемого острова Стенниел Кей. Свиней выселили с острова Стенниел Кей на этот из-за многочисленных жалоб на неприятные запахи. Здесь животные никому не мешали, да и условия их жизни существенно изменились, что положительно повлияло на гигиену животных. Обнаружив на необитаемом острове свиней, жители соседских островов начали их подкармливать. Животные быстро привыкли, что люди, приплывающие на остров, обязательно привозят им еду. И только они видят приближающуюся к острову лодку, сразу выходят им навстречу. Заходят в воду все глубже и глубже, а затем и вовсе научились плавать. Всемирная известность водоплавающей свиньи с Багамских островов получили в 2009 году благодаря подводному фотографу Эрику Ченгу. Вот как Эрик описывает свою первую встречу с ними. Наша экспедиция зашла на южные Багамы, чтобы фотографировать белую акулу. Капитан Джим Абернетти рассказал, что на одном острове живут чудесные поросята. Так что мы решили поехать туда и посмотреть на них. Нам удалось даже поплавать вместе с ними. Они вели себя очень дружелюбно. Сразу заметно, что контактируют с людьми не впервые и делают это без боязни и даже с удовольствием. Рокал – гранитный камушек. Рокал – необитаемая скала в Атлантическом океане. Надводная часть разрушенного конуса потухшего вулкана. Высота 23 метра, диаметр 27 метров, площадь около 570 квадратных метров. Источников пресной воды – нет. Государственная принадлежность островка и окружающих его вод оспаривается в Великобритании, Ирландии, Дании и Исландии. А из-за чего вся суматоха? Как всегда, все просто. На дне обнаружены запасы нефти на 100 миллиардов фунтов. И теперь ООН предстоит решить, кто же станет счастливым обладателем этой золотой скалы. Исторический островок фигурирует в средневековом ирландском фольклоре, как мифический камень, который должен появиться три раза перед концом света. Когда Рокал вернется, мир будет уничтожен. Первые литературные упоминания острова Рокал встречаются у шотландца Мартина Мартина в описании западных островов Шотландии. Опубликованном в 1703 году, он также пишет, что жители это место называют Рокобара. Рокал представляет собой надводную часть некогда потухшего вулкана. Никакой пресной воды тут отродясь не было, следовательно, люди там жить не могли. Единственные обитатели островка – кайры, северные бакланы и другие птицы, которые останавливаются на Рокале во время дальних перелетов. Шли века, а за Рокалом закрепилась репутация смертельно опасного места. Так, в 1686 году близ него села на мель рыболовецкое судно. В 1812 тут затонуло исследовательское судно Леонидос. Спустя 12 лет – абригантина Елена Данди. В 1904 году близ Рокала произошло крушение прохода Норвегия, шедшего в Нью-Йорк. Тогда 635 человек погибли, около 150 сумели спастись. В 1955 году на остров прибыли офицеры, установили флаг Великобритании и навигационные маяки, а в 1972 было объявлено о присоединении Рокала к шотландской общине Харрис. С тех пор, правда, маяки давно сломались, хотя сдернуть флаг не осмелился ни один чужеземец. Ирландия сегодня пытается доказать, что Рокал – не остров, а скала. Согласно международному праву, вокруг скалы не может быть никаких территориальных вод. А значит, шельф надо делить в зависимости от отдаления от берегов той или иной страны. И здесь ирландцы утверждают, что Рокал лежит ближе всего к ним. Переговоры ведутся до сих пор. Остров кроликов в Японии Окуносима – маленький остров во внутренних водах Японии, префектуре Хиросима. Его неофициальное название – остров кроликов, из-за многочисленных диких животных, которые здесь обитают, и они совсем не боятся людей. Остров сыграл большую роль в ходе Второй мировой войны, так как здесь располагался завод по производству химического оружия. Изначально это был обычный остров, на котором жили три рыбацкие семьи. В 1925 году Япония подписала известный Женевский протокол, запрещающий применение химического оружия. Источники утверждали, что Соединенные Штаты и Европа вовсю занимаются его производством. И тогда, в 1925 году Институт науки и технологии Императорской армии Японии начал и свои разработки. Несмотря на то, что создание и хранение химического оружия не были запрещены, запрет был только на применение, Япония решила засекретить эту программу. Строительство завода по производству химического оружия проходило с 1927 по 1929 года на острове Окуносима. Оно было настолько секретным, что остров удалили с некоторых карт. Место было выбрано не случайно, расположение острова изолировано, и он находится достаточно далеко от Токио на случай катастрофы. Все происходящее на острове было засекречено, и даже местные жители с работниками самого завода понятия не имели, что здесь производят. После окончания Второй мировой войны все документы, касающиеся завода, были уничтожены союзниками. Завод сожжен, а химические вещества захоронены на острове, и снова все было окутано тайной. Лишь спустя несколько десятилетий правительство выделило деньги на лечение бывших работников химического завода. А в 1988 на острове Окуносима был открыт музей отравляющих веществ. А при чем тут кролики и откуда они взялись? Существует две версии. Первая говорит о том, что кроликов завезли сюда во время Второй мировой войны и использовали на заводе для проверки эффективности химического оружия. Однако бывший директор музея отравляющих веществ утверждает, что те животные погибли во время уничтожения завода после Второй мировой. Согласно второй версии, в 1971 группа школьников выпустила на абсолютно безжизненный остров 8 кроликов. Впоследствии те расплодились до огромного количества. Сегодня охота на кроликов на острове запрещена, ровно как и привоз сюда собак и кошек. Также здесь имеется отель для туристов, небольшой кемпинг и даже поле для гольфа. Руины старых крепостей и химической фабрики можно найти по всему острову. Официально вход сюда запрещен, поскольку это слишком опасно. Однако никаких особых препятствий для любопытствующих здесь нет. Посетителям острова предлагают привозить с собой еду для кроликов, особенно в зимние месяцы, когда естественной пищи здесь катастрофически не хватает. Кролики предпочитают морковку, капусту и особенно корм для кроликов, который можно приобрести в отеле всего за 1 доллар. Остров Буэ – это самый отдаленный от суши остров в мире. Назван он так в честь первооткрывателя и расположенный между Южной Африкой и Антарктидой. Необитаемый льдистый, зато имеющий свою доменную зону. Точка БВ в фильме «Чужой против хищника» действия разворачиваются в гипотетическом подземелье именно под этим одиноким холодным островком. До ближайших людей, 1404 мили, имеется в виду остров Тристанда Кунья, где есть постоянное население в 271 человек – автомобили, кафе и интернет. На БВ живут лишь ластоногие морские птицы и пингвины, а из флоры попадается лишь мох да лишайник. Высадиться с моря на остров БВ невозможно, только на вертолете. В 1964 году поблизости было обнаружено покинутая пассажирами судна запасами харчей и выпивки. Кто и куда на нем следовал, осталось загадкой. В 1979 году в районе острова была зафиксирована очень яркая вспышка, похожая на атомный взрыв. Поговаривали о каких-то современных ядерных испытаниях Израиля и ЮАР, но никто не сознался. С 1927 года БВ считается собственностью Норвегии и имеет статус заповедника. Изредка на остров прибывают ученые, которые исследуют миграции китов. Остров Ядовитых Змей Невдалеке от Бразильского берега, к югу от Сан-Пауло в океане плещется остров Кейма-де-Гранде. Райское с виду место не тронуто людской деятельностью по простой и понятной причине. Остров кишит ядовитыми змеями. Плотность их популяции оценивается от 1 до 5 на квадратный метр. Гады питаются перелетными птицами, которые глупо приземляются на остров, чтобы перевести дух. Змею метровой длины зовут островной Батропс или золотистый щитомордник. 90% случаев смерти от укусов змею Бразилии – дело зубов Батропса. Эти твари настолько опасны, что бразильские военно-морские силы не допускают к острову Кейма-де-Гранде никого. Лишь только два или три раза за всю историю цивилизации на зловещем змеином острове побывали какие-то ученые со съемочной группой канала Discovery. Форт Кэрол. Остров, сделанный руками человека. Форт Кэрол был построен неподалеку от Балтимора, штат Мэриленд, в середине 19 века. Он использовался в качестве армейского полигона и контрольно-пропускного пункта для кораблей во время Второй мировой войны, по окончанию которой он был заброшен. После этого было много предложений по дальнейшей судьбе острова, включая предложение использовать его в качестве тюрьмы или казино. Но ни одно из предложений не было воплощено в жизнь. Заброшенный шестиугольный остров стал на данный момент средой обитания для множества птиц. Остров Девон. Это самый большой необитаемый остров на Земле. Температура на острове регулярно приближается к минус 50 градусов по Цельсию. Здесь находится огромный кратер, сформированный при ударе метеорита миллионы лет назад, где ученые НАСА моделируют жизнь на Марсе. Короткое лето, которое здесь не превышает 55 дней в году, температура может подниматься до плюс 10, но это бывает крайне редко. Влажность очень низкая, что характерно для данного региона. На протяжении года здесь выпадает осадка в виде снега и морости не более 50 миллиметров. Зимой на острове снега очень мало, а иногда и вообще его нет. В настоящее время остров Девон необитаемый, если не считать порядка 10 ученых и журналистов, которые продолжают реализовывать программу НАСА по адаптации человека к жизни на Марсе. Остров Хаулэнд Расположен в центральной части Тихого океана, чуть севернее экватора. С 1857 года официально принадлежит США. Общая площадь 1,6 квадратных километра. Хаулэнд является вытянутым островом, окруженный узким коралловым рифом. Протяженность береговой линии 6,4 километра. Высота острова до 3 метров. Отсутствуют полезные ископаемые. На острове расположен маяк Эрхард. Хаулэнд открыт в 1842 году американскими китобоями и назван честь одного из них. Остров был включен в состав Гавайских островов, но в 1936 году перешел под юрисдикцию Министерства внутренних дел США. В настоящий момент МВД наблюдает за островом в рамках национальной программы спасения дикой природы. Остров полностью покрыт травой, стелящимися ползучими растениями и низкорастущими кустарниками. В центре растут невысокие деревья. Постоянного населения нет. Ежегодно здесь бывают представители МВД и береговой охраны США. Доступ на остров только по специальному разрешению и в основном для ученых. Остров Повеглия, Италия В романтической Венеции тоже есть свои мистические места. Совсем недалеко от чудесных каналов города находится остров Повеглия, не зря окращенный символом ужаса. Эта история берет свое начало на расцвете Римской империи, когда сюда привозили на верную смерть жертв чумы, чтобы изолировать их от общества и погасить угрозу эпидемии. Но заразная болезнь оказалась более могущественной. В XIV веке во время второй эпидемии чумы или черной смерти на Повеглию свозили безнадежно больных венецианцев, где в страшных муках они прощались с жизнью. Людей хоронили в одной большой братской могиле. Согласно старым поверьям, из-за того, что умерших не успели закапывать, тела попросту сжигали, поэтому теперь почва острова наполовину состоит из человеческого пепла. Говорят, в общей сложности здесь умерло около 160 тысяч несчастных. А в 1922 году на жутком острове открыли психиатрическую лечебницу. Вот тогда здесь начался настоящий кошмар. Пациенты жаловались на дикие головные боли, а по ночам им являлись призраки погибших людей. Больные слышали дикие крики и вопли. А по пенице ходили слухи, что главный врач этой больницы сам не здоров и ставит опыты над душевно больными. Испытывает о них запрещенные лекарства и заощренные лечебные методики. А подколокольные лечебницы осуществляют лоботомию с помощью подручных средств – стамесок, молотков и дрели. Если верить местным легендам, вскоре доктор и сам начал видеть привидений Повеглии, после чего при падке безумия сбросился с той самой башни. В 1968-м Повеглия была окончательно заброшена. Теперь здесь никто не живет. Колокольная больница служит всего лишь ориентиром, и даже рыбаки стараются держаться подальше от проклятого острова. Боятся ненароком вместо рыбы выловить человеческие кости. У острова много прозвищ – врата ада, пристанище потерянных душ, помойка из чистого страха. Венецианцы делают все возможное, чтобы опровергнуть страшные услуги Повеглии и остудить интерес к острову со стороны любителей мистического. Они утверждают, будто бы островное здание служило всего лишь домом отдыха для престарелых. Однако в его полуразрушенных помещениях все же еще находятся больничные койки и обломки медицинского оборудования. Остров Ксочимилько Мексика – это чрезвычайно популярная страна среди туристов с удивительной самобытной культурой и необычными достопримечательностями. Есть здесь одно уникальное место – остров Кукол, который любят посещать и отдыхающие, и желающие пощекотать себе нервы. В районе Сочимилько среди известных каналов Ацтеков затерялся таинственный остров погибших кукол Мексики. Посетителям этого места открывается жуткий вид, напоминающий кадр из фильма ужасов. На деревьях, столбах и постройках развешаны страшные изуродованные куклы. Согласно слухам, достопримечательность была создана Джулианом Сантана Баррера, который вел затворнический образ жизни. Мужчина стал собирать выброшенные в мусорные баки кукол с 50-го года после того, как на его глазах утонула девочка. Собранные игрушки были развешаны им на заброшенном острове. Отшельник считал, что задабривает дух маленькой утопленницы. Существует еще версия, согласно которой Джулиан Сантана Баррера вылавливал кукол из водоемов и развешивал около дома, чтобы задобрить приходящего к нему призрака утонувшей девочки. Отшельник даже менял выращиваемые им овощи и фрукты на поломанные куклы. Тем не менее, остров мертвых кукол до начала 90-х годов прошлого века был малоизвестен. И благодаря программе очистки каналов Сочимилька, эта таинственная достопримечательность обрела популярность. Кстати, создатель острова утонул в 2001 году в одном из каналов. Остров Клипертон Эта история, достойно голливудского блокбастера, произошла в 1248 километров к юго-западу от Акапулька на одном необитаемом острове посреди Тихого океана. Это очень маленький островок площадью 7 квадратных километров, населенный птицами, пингвинами, крабами и лягушками и девятью кокосовыми пальмами. Остров был открыт в 1705 году английским пиратом Джоном Клипертоном, честь которого и был назван. По легенде, пират Клипертон спрятал где-то на острове клад, который, как бы то ни было странно, все еще не обнаружен. И с тех пор этот несчастный клочек с земли стал объектом борьбы между французскими, британскими, американскими, испанскими и мексиканскими властями. Сложно сказать, какие были причины борьбы. Возможно, присоединение острова какой-либо из этих стран автоматически расширяло свои водные территории, что дает большой плюс как в экономическом, так и военно-стратегическом плане. После эры Великих географических открытий, мексиканское правительство при поддержке британских специалистов наконец-то решили занять остров и начать разработку Гуану. Это экскременты морских птиц и летучих мышей. В 1906 году воздвинули маяк, а в 1914 на острове проживало около ста мужчин и женщин. Каждые два месяца на остров прибывал корабль из Акапулька, привозя еду. Как бы то ни было, после начала гражданской войны Мексики остров стал недоступным для кораблей, и жители острова были оставлены без поддержки извне. До 1915 года на острове дожили немногие. Последние его обитатели хотели покинуть остров на американском военном корабле «Ленгсингтон», который пришвартовался к берегам атолла в 1915 году. Однако мексиканское правительство не сочло эвакуацию необходимой. До 1917 года дожили лишь сторож маяка и 15 женщин. А к июне того года в живых остались только три женщины, которых наконец-то увезли с этого острова на американском корабле «Йорктаун». Позднее право собственности на Клипертон пытались заполучить Франция и Мексика. За решением данного вопроса Франц обратилась в Ватикан. В 1930 году права были присуждены к королю Италии Виктору Эммануэлу II, который через год объявил Клипертон «частью Франции». Как только это случилось, французы установили на острове военную базу и заново отстроили маяк. В итоге, через семь лет база была заброшена, а остров до сих пор так и остался незаселенным. Остров Хошима, Япония Это покинутый людьми кусочек суши, что находится в Восточно-Китайском море, примерно в 15 километрах от города Нагасаки. В Японии остров получил прозвище «Кункандзима», переводящееся как «крейсер», потому что из-за построек он напоминает с моря военный корабль. До начала XIX века он представлял из себя обычный обломок скалы, слегка проросший зеленью, на котором гнездились морские птицы и которых иногда использовали в качестве временного прибежища лишь рыбаки из Нагасаки и соседского острова Токасима. Остров заселили в 1810 году, когда на нем нашли месторождение угля. Изначально это были просто скала и море, и остров размером в один квадратный километр, который создали искусственно, когда копали шахты. К 30-м годам XX века Хошима стал серьезным промышленным центром. Кроме шахт, там появились военные заводы. В период с 1943 по 1945 год для принудительной работы Mitsubishi Corporation сюда привозили китайцев и корейцев. Многие из них умерли от тяжелых условий труда. Последующие 50 лет Хошима был самым густонаселенным местом на планете. В 1959 году население острова насчитывало 5259 человек, но ископаемые стали постепенно иссякать, и с каждым годом шахт становилось все меньше. К 1974 году люди полностью покинули рабочий городок, и он остался одиноко стоять посреди неспокойной воды. На протяжении многих лет посещение острова было запрещено и каралось депортацией из Японии. Эти меры были приняты для защиты Хошимы от черных коллекционеров. Но ни депортация, ни недобрые слухи о неупокоенных душах погибших там работяг не останавливали сталкеров, хотевших разжиться своеобразными артефактами. У охотников за трофеями были свои поверья. Одно из них гласило, что остров нужно покидать до наступления полночи, дабы не накликать беду. Некоторые смелые сталкеры пользовались покровом тьмы, как защитой от посторонних глаз, и многие из них погибали или травмировались по весьма банальным на первый взгляд причинам. Но когда альпинист со стажем, пытавшийся влезть в окно заблокированного этажа одного из зданий, сорвался с крыши и разбился, несмотря на застрахованный трос, то в приметы, прибывающие здесь черные копатели, стали верить более охотно. В настоящий момент посещение заброшенного шахтерского городка разрешено, но доступ к туристам открыт только к специально оборудованной для безопасного пребывания части острова из-за аварийного состояния большинства строений. Любой шаг в сторону от неизвестного маршрута – шанс испытать свою удачу. Хошима также оставил свой след и в киноиндустрии. В 2009 году в сериале «Жизнь после людей» остров был показан как пример того, что случилось с городком, покинутым людьми 35 лет назад. А в 2011 году на нем снимались некоторые эпизоды из фильма «007. Координаты. Скайфол». Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри другие мои классные видео. Всего хорошего! Пока!